Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. Как будет выглядеть обновленная транспортная система Сургута станет известна в начале июня. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Также там отметили, что все изменения будут строиться с учетом мнения горожан. На сайте администрации уже начал действовать опросник для жителей. Там можно не только вносить предложения, но и давать оценку действующей системе. Например, по таким пунктам, как скорость движения автобусов, состояние остановочных павильонов, уровень обслуживания и так далее. Всего 12 пунктов. Как говорят в мэрии, именно от мнения и активности горожан будет зависеть будущее, модернизация транспортной системы Сургута. Чего они хотели бы видеть в части общественного транспорта в городе Сургуте? Того, что мы имеем на сегодняшний день и того, что они хотят поменять. Скажем так, это одно из трех таких фундаментальных моментов таких, которые лягут в основу транспортной реформы нашего города. И нам очень важно, чтобы и через СМИ, и через общественность у нас было как можно больше собрано мнение наших жителей. Потому что, скажем так, работа делается именно для них. В Югре завершился международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Представители научного сообщества, вузов, добывающих компаний, независимых экспертов на протяжении двух дней в Сургуте обменивались своими разработками. Участие приняли около тысячи человек. Были представлены 50 регионов России и 12 стран мира. На торжественной церемонии закрытия подвели итоги конкурса инновационных проектов. Лауреаты получили денежные призы. Победили в трех категориях по 150 тысяч рублей. Молодые инженеры намерены вложить эти средства в собственное образование, получить новые знания и, возможно, вернуться на нефтяную столицу в следующем году со свежими идеями. В себе я был уверен изначально, когда я сюда ехал. Со своей работой долго работал, одним словом, старался. Но сегодня выиграть конкурс для меня было, конечно, полной неожиданностью, потому что, кроме меня, сегодня на доклад были представлены еще великое множество, я не побоюсь этого слова, уникальных, интересных работ, и конкуренция была высокая. Мы пересекли пятилетний юбилей, пятилетний рубеж. Это уже небольшой, но юбилей. Это наша история, которую мы написали вместе с вами, с молодыми, инициативными, новаторами, учеными, с теми, кто решил заниматься развитием и себя, и отрасли, и страны. ФАЗ завела дела против двух торговых сетей. Все дело в цахаре. Как сообщает РБК, ритейлеров подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. На складах компании нашли значительные запасы этого продукта. При этом его не поставляли в магазины. Так, в одной из компаний отметили, что запасов на их складах в среднем хватит на один-два дня с высоким уровнем продаж. В другой фирме сообщили, отсутствие товара в магазинах связано с логистикой. Аргументируют тем, что прямой сахаропровод от распределительного центра в магазины здесь не предусмотрен. К слову, если нарушения подтвердятся, то ритейлерам будут грозить штрафы. Теперь читать можно не только книгу, но и парту. В Нижневартовской библиотеке 42-й школы установили необычные школьные скамьи. Писать за ними неудобно, не очень удобно, но их назначение в другом. Рассказывать истории героев Великой Отечественной войны. Парта героя. Именно так называется образовательно-патриотический проект. Подробнее о котором расскажет Регина Гауфе. Он принимал участие в Курской битве. Был ранен в сражении на реке Одер. Брал Берлин и Прагу. Своими руками сделал надпись на стенах Рейстага в мае 45-го. Свою историю победы Геннадий Чистяков с гордостью рассказывал ученикам 42-й школы. В 2015-м ветерана Великой Отечественной войны не стало. Но его история жива и будет передаваться и дальше. В том числе и благодаря проекту Парта героя. Я считаю, что это вот такое не только малое, только малая дань тем людям, которые стояли у истоков не только победы, но для ребят они стояли у истоков гражданско-патриотического воспитания в общем регионе. Парты готовили старшеклассники. Те ребята, которые лично были знакомы с героями и знают их истории. Одна посвящена Геннадию Чистякову, вторая – Чите Давыдовых, Валентину и Любови. Солдат и медицинская сестра. Войну они прошли вместе. Вместе дошли до Берлина и там и поженились. Самое яркое воспоминание на самом деле – это с его женой. Она работала медсестрой и получается все равно спасать жизни людей очень тяжело, когда ты несешь взрослого мужчину на себе, который и тяжелее, и еще пули вокруг. Достойно уважения. Также, в принципе, у семьи Давыдовых очень много наград. Обязательно нужно передавать эту информацию. Мы для этого и создаем этот проект. Мы проводим классные часы с младшими классами, рассказываем обо всем этом. Пытаемся заинтересовать максимально, отдать всю эту энергию в них, чтобы они продолжали наше дело и поколениями, наши поколения сменялись. Парту установили в школьной библиотеке, чтобы больше учеников смогли познакомиться с историями героев. Кроме того, на скамьях есть активные ссылки и QR-коды, пройдя по которым, можно узнать подробнее о жизни ветеранов. Регина Гауф и Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Тач-столы расскажут сургутянам историю локальных войн. В Сургуте реализовали президентский грант. Центр патриотического воспитания установил в своем музее интерактивное оборудование. Теперь молодежь города может прикоснуться к истории не только через экспонаты, но и посредством современного оборудования. Тач-стола, информационного киоска и видеопроектора. Размер гранта составил более 1 миллиона рублей и был реализован в ноябре прошлого года. За это время посетителями интерактивного музея стали уже более тысячи подростков. Здесь в современном формате можно узнать историю всех локальных войн 20 века, примерить парашют, попробовать разобрать пистолет и спасти раненого. Сейчас, в нынешнее время, скажем так, вот и ту информацию, которая происходит от Запада, она в основном все это перевирает и перекладывает. Поэтому вот такие вот, скажем так, островки небольшие, музейные, которые рассказывают правду и достоверную, скажем так, историю нашего народа. Я не знаю, кто-то сказал, очень мудрый человек, что если ты не знаешь историю своих предков, то у тебя не будет будущего. Поэтому я считаю, что это очень важно, и тем более для детей. За последние пять лет число местных товаропроизводителей в Нижневартовске выросло более чем наполовину. Сейчас в городе 101 предприятия местной перерабатывающей промышленности. Из них 77 выпускают продукты питания. Это мясо и колбаса, яйца и молоко, рыбная продукция, питьевая вода и безалкогольные напитки. Больше всего в городе пекарен и кондитерских 41 предприятие. Кроме того, за последние годы стало больше тех, кто производит полуфабрикаты, мясные и овощные, перерабатывают дикоросы и производят продукты здорового питания. Как отмечают специалисты, каких-либо сбоев в работе местных товаропроизводителей не ожидается. На сегодня у них сформирован запас необходимых расходных материалов и сырья. Основные сложности сейчас связаны именно с логистикой доставки. Однако они временные и будут решены после выстраивания новых цепочек поставок. Ситуация сейчас непростая, но как на уровне правительственной федерации, так и на уровне округа. Сейчас вырабатываются, очень активно вырабатываются новые меры поддержки, именно поддержки наших местных товаропроизводителей, развития предпринимателей в части импортозамещения. Потому что сейчас это в том числе одно из первых направлений. В Советском районе расширили спектр поддерживающих мер для предпринимателей. Льготные кредиты для развития бизнеса здесь можно получить как из муниципальных, так и окруженных источников. Так, одно из деревоперерабатывающих предприятий заключило с фондом развития Югры договор на льготное кредитование в размере 60 миллионов рублей. И смогло закупить новое оборудование и организовать дополнительные производственные линии. Кроме того, из муниципального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса уже направили около 3 миллионов рублей. Предприниматели смогут получить до 300 тысяч в качестве компенсации затрат на приобретение оборудования и аренду. Не обошли вниманием и самозанятых. Итоги спортивного сезона подведут в Ханты-Мансийске в начале апреля. В столицу Югры придут герои последних Олимпиад. Также спортсмены, которые прославили Югру на международной арене. Традиционное мероприятие «Спортивная элита года» после двухгодичного перерыва из-за пандемии вновь пройдет на сцене КТЦ Югра Классик. Югорчане узнают лучших в 21 номинации. Здесь наградят не только спортсменов и тренеров, а также лучшего учителя по физической культуре. Определяют тройку лучших муниципалитетов по реализации ГТО и многое другое. В ведущем церемонии будет спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. «Спортивная элита года» пройдет 7 апреля. Сегодня в Ханты-Мансийске стартуют окружные соревнования по бильярдному спорту. Чемпионат автономного округа «Динамичная пирамида» пройдет среди мужчин и женщин. По его итогам лучшие спортсмены региона отберутся на всероссийский турнир. За победу в соревнованиях будут бороться 60 человек. Поединки будут проходить в бильярдном зале гостиницы «Олимпийская». А в воскресенье 27 марта состоятся финальные игры и награждения победителей. Камерный ансамбль «Кансоны» приглашает сегодня югорчан вернуться в атмосферу мечтаний и беззаботности, посетив концерт «Мир детства», который пройдет в органном зале культурно-театрального центра «Югроклассик». В концерте прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Клода Дебюси, Дмитрия Шестаковича, Жоржа Бизе. Их музыка на время унесет слушателей от взрослых забот и переживаний. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта упала в цене на 7 рублей 12 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 96 рублей 5 копеек. Стоимость европейской валюты также упала в цене на 7 рублей 79 копеек. За 1 евро сегодня предлагают 105 рублей 47 копеек. К этому часу это все новости от моих коллег. Всего доброго.